Вы смотрите новости на канале RTVI. В борьбу за пост президента США сегодня вступили сразу два республиканских политика. Бывший исполнительный директор компании HP Карли Фиорина и известный в Америке врач-нейрохирург Бен Карсон. К числу фаворитов их отнести, конечно, сложно, но появление еще одной женщины в компании способно внести в ход гонки интригу. Наш вашингтонский корреспондент Роман Мамонов присмотрелся к новым претендентам на кресло в овальном кабинете. Чем меньше времени остается до президентских выборов в США, тем больше желающих побороться за главный пост в стране. Сегодня в списке кандидатов появилось сразу две новых фамилии и все в его республиканской части. Самое, пожалуй, интересное – появление в гонке еще одной женщины. Как и обещала, о своем участии объявила бывший исполнительный директор корпорации HP Карли Фиорина. И ее ролик не оставляет сомнений, кто будет главным оппонентом в этой компании. Основатели Америки никогда не предполагали, что у нас появится класс профессиональных политиков. Они полагали, что руководить страной должны обычные граждане и лидеры общества. Мы знаем, что единственный способ изменить наше правительство – это поменять тех, кто его возглавляет. Я, Карли Фиорина, и я выдвигаю свою кандидатуру в президенты. Если вы устали от лозунгов, эгоизма, коррупции, если вы полагаете, что гражданам пора сказать политикам «хватит», присоединяйтесь к нам. С 1999 по 2005 годы госпожа Фиорина возглавляла корпорацию HP и смогла сделать из переживавшей не лучшие времена компании крупнейшего производителя компьютера в мире. Правда, ей пришлось уйти в отставку после увольнения десятков тысяч сотрудников и резкого падения курса акций. Фиорина также пыталась пробиться в политику. В 2007-2008 годах она принимала участие в провальной президентской кампании Джона Маккейна, а после баллотировалась на пост сенатора от Калифорнии, потратив на кампанию более 6 миллионов долларов собственных денег и проиграв. Карли Фиорина выступает против абортов и однополых браков, поддерживает упрощение налоговой системы. Но шансы у бизнесвумен невелики. Согласно опросам среди республиканцев, ее поддержка находится на уровне 1%. У другого новичка президентской гонки рейтинг почти в 5 раз выше. Речь об объявившем сегодня о своих претензиях на кресло в овальном кабинете нейрохирурге Бенни Карсоне. Он выступил в родном Детройте, где заявил о начале кампании, о том, что будет главным в его программе. Я представил мою семью, но вы все еще спрашиваете, кто я такой. Так вот, я Бен Карсон, я кандидат на пост президента США. В последние пару недель мы видели беспорядки в Балтиморе, где провел 36 лет моей жизни. И мы видели акции протеста по всей стране. Мы должны посмотреть в корень проблемы. Я полагаю, что истинная причина – потеря людьми надежды. Они не чувствуют, что жизнь может измениться к лучшему. И когда доходят до погромов и беспорядков, они не видят иного шанса получить то, о чем они мечтают. Бенджамину Соломону Карсону, таковое его полное имя, 63 года. Он из бедной семьи. Сумел поступить в Ельский университет, где изучал психологию, а потом окончил медицинскую школу университета штата Мичиган. Он один из самых известных в мире детских нейрохирургов. В 1987 году он первым в мире успешно разделил сиамских близнецов, соединенных затылками. У него есть собственный благотворительный фонд для помощи талантливым студентам и начальным школам. Карсон — автор нескольких книг и обладатель одной из самых высоких наград в США — президентской медали свободы. И, конечно, он активный критик политики Обамы. Правда, у Карсона проблемы с популярностью и узнаваемостью всего 4,8%, меньше, чем у губернатора Нью-Джерси Криса Кристин. Таким образом, в президентской кампании от республиканцев теперь участвуют пятеро претендентов. Сенаторы Тед Круз, Марко Рубио и Рэнд Пол, плюс Карли Фиорино и Бен Карсон. Также все ждут, что о своем участии заявят экс-губернатор Арканзаса Майк Хакоби, действующий губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и Висконсина Скотт Уокер, а также фаворит у республиканцев — бывший губернатор Флориды Джеб Буш. У демократов в списке пока всего две фамилии — Хиллари Клинтон и независимого сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. В числе возможных участников, напомню, также вице-президент Джо Байден и Джим Уэбб, бывший сенатор от Вирджинии. В ближайшие месяцы всем кандидатам предстоит изнуряющая турне по штатам и весям и не менее выматывающая борьба за спонсорские деньги. Впрочем, как говорят эксперты, самые жаркие баталии развернутся не раньше осени, когда в гонку вступят основные кандидаты и начнутся очные дебаты между соперниками. 10 миллионов долларов пожертвовали пользователи Facebook для пострадавших в Непале. Сумма была собрана всего за двое суток через кнопку «Пожертвовать сейчас», появившуюся на сайте 28 апреля. К собранным 10 миллионам руководство Facebook добавит еще 2 миллиона долларов и передаст их в фонд Международного медицинского корпуса IMC. Между тем, число жертв землетрясения в Непале уже приблизилось к 7,5 тысячам. Еще около 14 тысяч пострадали. Власти опасаются, что списки жертв по мере продвижения поисковых работ будут пополняться новыми именами. Так, в одной из деревень, всего в 60 километрах от Катманду, спасатели извлекли из-под слоя грязи около 100 тел местных жителей и иностранных туристов. Горные породы сошли с вершин в результате лавины, вызванной мощным землетрясением. Деревню, пользующуюся популярностью у западных путешественников, буквально стерла с лица земли. О том, как своим соотечественникам помогает непальская община США и почему сейсмологам не удалось предсказать катастрофу, смотрите материал программы TimeCode на сайте rtvi.com. В полмиллиарда долларов оценивают аналитики ущерб, который экономике Германии нанесет начавшаяся сегодня забастовка железнодорожников. Они грозят не выходить на работу в течение всей недели. Стачка – результат провала переговоров между профсоюзом железнодорожников HDL и руководством государственного концерна Deutsche Bahn. Машинисты требуют повышения зарплат на 5%, а также сокращения рабочей недели на 1 час. Deutsche Bahn на эти условия пока не согласен. С понедельника бастуют машинисты грузовых составов, а во вторник к ним обещают присоединиться и машинисты пассажирских поездов. Акция вызвала критику со стороны Министерства транспорта, которая призвала бастующих подумать о главных пострадавших рядовых немцах. Стало известно имя новорожденной принцессы в Британии. Дочь принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт назвали Шарлотта Елизавета Диана. Официально ее будут именовать ее королевское высочество Шарлотта Кембриджская. Принцесса родилась минувшую субботу, 2 мая в лондонской больнице Святой Марии. Дочь Уильяма и Кейт – первая принцесса в британской королевской семье за последние 25 лет. Четвертая в очереди на престол. Третьим по очередности наследником британского престола является ее старший брат принц Джордж. Которому в этом году будет 2 года. Перед ним стоит его отец Уильям, который следует за своим отцом, принцем Уильямским Чарльзом. Сегодня в Лондоне в честь новорожденной принцессы в Гайдпарке был дан артиллерийский салют. В то же время палили пушки в Тауэре. Всего в честь Шарлотты Кембриджской прозвучало 103 залпа, а также звонили колокола восьминцердского аббатства. Госсекретарь США Джон Керри в ходе официального визита в Кению сделал селфи со слоненком. Импровизированная фотосессия главного дипломата Соединенных Штатов состоялась в приюте для слонов в Национальном парке Найроби. Здесь ухаживают за животными, от которых отказались в матери. Снимок со слоненком-сиротой Керри разместил в своем твиттере. После этого госсекретарь США вернулся к своим прямым обязанностям. Ранее Керри обещал поднять вопрос о соблюдении прав человека на встрече с президентом Кении. Дипломат также планирует обсудить проблемы безопасности и терроризма. Поисковик Google рассказал пользователям о 360-м дне рождения Бартоломео Кристофори де Франческо. Этого итальянского мастера считают изобретателем фортепиано. В 1710 году он придумал инструмент с ударной механикой, назвав его клавесин с тихим и громким звуком. В американском штате Теннесси как раз в эти дни заканчивается кампания по сбору средств на фортепиано 21 века. Устройство под названием артифон сочетает в себе все музыкальные инструменты, будь то пианино, скрипка, органы или ударные. Внешне артифон напоминает гриф гитары с кнопками. Его можно подключать к любому электронному устройству или использовать автономно. Предположительно, артифон начнут продавать летом. Стартовая цена 300 долларов. Это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на канале RTVI в 7 часов вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире особое мнение.